добрый вечер я алексей в эфире 71 выпуск программы гербы городов россии она выходит по выходным наш город сегодня это город чита чита расположена в забайкалье при впадении р чита в ин году на транссибирской железнодорожной магистрали место занимаемое городом обжито людьми из давних пор об этом свидетельствуют находки на титовой сопки русские же пришли сюда в 1653 году земли проходит сбекетов основал здесь ингодинское зимовье затем на озере ирген был построен острог первое поселение называлась платбища так как тут сколачивали платы для дальнейшего пути на шилку в конце 17 века она именовалась и платбиши и острог и слобода только с 1706 года устанавливается название читинская слобода но в начале 19 века употреблялись также чита чита за байкалом читинск читинский округ местечко чита с 1797 года чита входила в состав городе кценской волос те находилась в ведении нерчинского горнозаводского управления ей управлял горный исправник в 19 веке в долине эр ингода вокруг читы стали строй дом и переселенцы в 1823 году была учреждена читинская волость существовавшая до 1847 года в 1851 году чита стала городом и центром новообразованной забайкальской области читинская область создана в 1937 году большое значение для развития чита имела прошедшие через город в конце 19 века транссибирская железнодорожная магистраль появились новые переселенцы открывались небольшие заводы и фабрики кожевенные свечные мыловаренные стекольные мукомольные д.р. через читу не только шел скорбный каторжный путь но она сама была местом ссылки здесь были построены арестантские казармы и тюрьма для следовавших по этапу осужденных людей в читу были сосланы декабристы в 1827 году в городе находилось 55 декабристов а всего за все годы и перебывало 85 декабристов для них был специально построен большой каземат описание которого оставили и кушкин и завалитин в 1853 году в чите было около 150 домов и более 750 жителей здесь было начало водной магистрали по которой грузы шли до николаевска на амуре ежегодно в городе строилась до 150 барж паромов и лодок на них отправлялась продовольствие для селения в низовьях оборудование для заводов и приисков сплавлялись по реке также воинские команды и переселенцы чита становилась одним из крупных речных портов в 1875 году в чите впервые была избрана городская дума общественные собрания существовало здесь с 1860 года в числе учебных заведений было две гимназии мужская и женская современная чита является крупным промышленным и культурным центром забайкалья в городе более 50 крупных промышленных предприятий в их числе заводы машиностроительный станкостроительный автоспец оборудование паровоза вагоноремонтный на шахте восточная добывает уголь население города выросло с 61 тысячи в 1926 году до 206 тысяч человек в 1977 году герб города в золотом щите восьмиконечный полисад червлен и зелень сопровождаемый вверху червленой буйволовой головой с серебряными глазами и языком вам понравилось наше видео ставьте лайки подписывайтесь на наш канал